Ну что ж, дорогие друзья, снова полночь и Midnight Loft Online на проводе, как говорится. Мы не изменяем своим традициям и сегодня у нас снова замечательные гости в нашей импровизированной студии. Это Фёдор Тишкевич и Анна Апетьян. Это дорогие участники Loft Philharmonie. Федя вообще бесчисленное количество раз принимал участие на проекте в составе, так сказать, бородинской команды. Бородинцы Джуниор, я называю так именно этот квартет. Аня принимала участие в моцартовском баттле, который был в прошлом году при подготовке к конкурсу Хамаматсу. Мы тогда устроили такой мини-конкурс цена Ахлофта, тоже был очень интересный перформанс. И вот сейчас я в Москве, ребята находятся в Подмосковье, мы обменяемся. Я пошлю им московские вечера, они мне в ответ подмосковные вечера. Так что не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, комментарии, пишите вопросы, принимайте участие в нашем эфире. И вот уже сейчас я зову их в студию. О, друзья, привет-привет, Аня, Федя. Ничего себе, как вы подготовились. У вас не подмосковные вечера, это какие-то у вас мексиканские вечера и ночи. Дорогие зрители, мы очень рады быть в эфире у тебя, Алиса. Так взаимно. Мы даже подготовились. На самом деле, эта шляпа – это традиционный пример того, что можно найти на даче. Невероятно. Вы навекаете на то, что вы как бы начали с уборки. То есть вы как бы опередили мой вопрос. Я хотела просто скромно поинтересоваться, как проходят ваши самоизоляционные дни. Разные они или они очень похожи? Расскажите, как ваши дела? Ну, они, конечно, похожи. Мы очень стараемся их разнообразить. Убираемся. Шляпы меряем разные. Вот. Но они начинаются все время примерно в одно и то же время, заканчиваются так же. Я бы не сказала, что они все похожи между собой. Ну, может быть, нам так уже кажется, может быть, мы уже настолько привыкли, что... Мы адаптировались, да. Слушайте, ну подождите. То есть уборка у вас как бы стояла в таргетах или вас как бы на самом деле там просто обязали? Вы честно скажите в эфире, как было дело? Нас заставляют. Да, у нас отобрали. Спасите. Я сегодня вот плитку клал, например, во дворе. То есть вы работаете за еду, я так понимаю, потому что большинство музыкантов остались без работы, и как бы вы таким образом, да, как бы зарабатываете себе на кровь и на, так сказать, пищу. Хорошо, что мама не смотрит этот эфир сейчас. Да, как же, нас бы уже давно-давно выгнали бы в Москву. Ой, а в Москве здесь плохо. Знаете, ребята, здесь нельзя же у нас гулять совершенно. А вот у вас как с прогулками? Вы, наверное, там отрываетесь по полной программе, я какие-то там видосы вижу, как кто-то разъезжает на велосипеде. Ой, я сказала, это слухо. На самом деле я разъезжаю на велосипеде вокруг дома, да. Ну, конечно, все так говорят. А на самом-то деле? За пределы поселка практически не выбираюсь, мы не выбираемся за пределы поселка, потому что здесь буквально через дорогу поселение Вороновское находится, это поселок городского типа, и там уже есть заболевшие, поэтому мы стараемся только при крайней необходимости, когда нужно просто элементарно в магазин сходить, тогда мы туда ездим. Ребята, ну вы будьте осторожны, потому что как-то... в условиях поселка нам очень повезло в этом плане, что можно хотя бы выйти и пройтись. Хотя бы вокруг дома. Просто ноги размять. Слушайте, ну кто у вас главный, кто у вас отвечает за фитнес, так сказать? Вот если вы претендуете на то, что у вас есть какой-то распорядок дня, ну то есть вы же там под присмотром находитесь, насколько я понимаю, то есть вы там встаёте с петухами, да, сразу там корову пойти подоить, не знаю, в чём заключается ваш досуг? Да, петухи у нас не вонят обычно в 12. Ладно тебе, ну ладно, ладно. Ну пораньше, пораньше, ладно. Нет, на самом деле мы пользуемся возможностью высыпаться, потому что день оркестрового работника начинается, как правило, рано, вот как раз с петухами. Ну не совсем уж, ладно, петухи там прокричат, дай бог, в 9, а то и в 10 у многих оркестрантов, разве не так? Ну нет, я бы не сказал, потому что репетиция начинается в 10, как правило, но из-за того, что тебе нужно к репетиции уже проснуться, тебе нужно быть уже во всеоружии, то приходится вставать, ну, минимум часа за два. Чтобы выпить ещё три кофе, успеть перед репетицией. Ну, тот вариант, когда ты встаёшь за полчаса, выбегаешь из дома на ходу, одеваясь и обжигаясь горячим кофе, который ты купил там около метро, опять же, на бегу, и прибегаешь вот так вот, бухаешься на стул за минуту до начала настройки, этот вариант не работает. Это не про нас. Ну, я не знаю, может быть, люди есть, которые за полчаса просыпаются до состояния боевой готовности, но я так не могу. Если я вот за час даже встаю до репетиции, я сижу и на заезде просто сплю. И так получилось, что, когда я устроился работать в МГАСО под управлением Павла Леонидовича Когана, я жил буквально в пяти минутах от базы. И люди, которые узнавали об этом, они говорили, «А-а-а, какой ты у нас, как тебе повезло-то, вот мы-то там, значит, с Юго-Западной ездим, а ты, ты у нас тут король вообще, тебя вообще...» И обычно эти люди как раз начинают опаздывать больше всех. Ну, те, которые идут в пяти минутах? Потом карма, которая должна была настигнуть медью, настигла меня, потому что теперь я езжу с северо-востока на Юго-Западную на работу. Ну, мы знаем, да, что у тебя за работа. На самом деле, я думаю, что вы не скучаете по своим работам, ну, в известной степени, потому что вам не нужно так рано никуда ехать, не нужно ничего играть оркестрово. Ну, давайте, давайте так, давайте вот поднимемся в эту чернуху, как бы. Вы занимаетесь своими делами, вы занимаетесь своей специальностью. Ребята, а как часто вы сейчас посещаете консерваторию онлайн? Консерваторию онлайн мы посещаем... Два раза в неделю, но специальности. Ну, ладно, тебе за что. То есть вас как бы профессура отслушивает, да, то есть вы посылаете видео, да, или как-то онлайн. Да, то есть я посылаю видео, потом мы созваниваемся и просматриваем вместе эту запись, я получаю какие-то замечания и играю ещё что-то. Ну, в общем, да, привет, Эрика. Там наши знакомые уже подсоединяются. Это хорошо, хорошо, что ваши подсоединяются. Слушайте, а вот лекции какие-то есть у вас? То есть что-то такое вот нет? Ну, старенькие. Ну да, у вас же уже получается, что там с вами взять? Это только, которые мы по собственному желанию находим в интернете сейчас на любые темы. На самом деле, эта самоизоляция показала очень хорошую вещь, что нифига у нас не нехватка времени, мы просто ленивые. Потому что мы всё время ходим в обычных жизненных условиях и говорим, что вот, я там хочу научиться делать это, я хочу съездить туда-то. Выучить 15 языков. Посмотреть там все фильмы, не знаю, там какого-нибудь... Вуди Алина, допустим. И вот у меня так не хватает времени, я так много работаю, я так сильно занят. А вот сейчас времени-то навалом, и что? И на самом деле понимаешь, что лень очень сильно мешает нам жить. Очень сильно. И она постоянно как-то нас вот, как такой мозговой червь, она влезает в голову и не даёт адекватно расценивать свои силы и своё распределение времени. Вот я, например, заметил, сколько я сижу в телефоне за день. Я тоже заметил. Потому что когда я... Ну, сейчас-то что делать? Нет, сейчас понимаете, как бы, ну, а какая другая возможность? Другой возможности нет? Я телефон три раза в день заряжаю, что делать? Ну, приходится, да, потому что сейчас, тем более, вся жизнь в телефоне. Сейчас репетиции в телефоне, специальность в телефоне, тренировки спортивные в телефоне. Вот Аня спортом занимается, я вообще поражаюсь. Ну, ты уже как бы, ты должен был на самом деле как-то вот тоже войти в этот ритм. У вас должна была быть, там, не знаю, совместная йога или фитнес. А чем ты занимаешься, Аня? Какой у тебя вид спорта? У меня растяжка. У меня стулька для девок. Подходит. Поэтому там нельзя заниматься, Федя. И в онлайн-режиме там тоже нельзя заниматься, Федя. Как интересно. Слушайте, я думала, что вы уже прям вообще, у вас такой взаимообмен опыта, информации, вообще там, не знаю, полное понимание уже во всем окончательно и без поворота. Оказывается, нет. То есть, получается, смотрите как, тут у нас такой спор возник онлайн. Как все-таки лучше проводить самоизоляцию? Кто-то говорит, ой, как хорошо, что я один, как хорошо, потому что если бы я был не один, я бы уже кого-нибудь сожрал. А те, кто там вдвоем и больше, они говорят, нет, нет, ну что, вы там вообще уже отшельники, вам уже вообще там нет с кем поговорить, вы там уже называете кактусы, уже вы даете им там гражданство, этому кактусу, чтобы как-то не сойти с ума. Ты, кстати, прописку ему делаете собственноручно. Вот. А как бы вот когда командой, когда семьей, вот это вот, да, это вот дух прямо чувствуешь. Так все-таки где же правда? Получается, что вот вы, вы на самоизоляции вдвоем, ну как минимум, да, возьмем им на вашу парочку. Но при этом вы занимаетесь обособленными делами, ребят, так не честно. Вы сбиваете нам всю статистику. Ну да, нам осталось только тогда еще совместный инстаграм создать, как это некоторые товарищи делают. Делят там уже, я не знаю, пьют из одной чашки, едят из одной тарелки. Но это, мне кажется, вопрос такой, кому как лучше. Потому что кто-то привык, что абсолютно все делают вместе люди, но я таких людей не знаю, если честно, потому что... Ну я тоже, я считаю, что это too much, это невозможно абсолютно. Хочется как-то и самому подышать. Все-таки каждый человек это личность, и у каждого какие-то свои должны быть таинства, интересы. Вы понимаете, о чем я. Да, и не об этом в жизни. Ну потом хочется же о чем-то поговорить, когда ты целый день делаешь с человеком что-то вместе, ты же не можешь ему потом вечером рассказать? Нечего рассказать, да. Да, потому что, да, черт, это мы вместе делали. А, так ты там был точно. И там ты тоже был, да, и это ты тоже видел. Слушайте, ну это очень, на самом деле, такой здравый и грамотный подход, и мне кажется, что вот это вот и есть нормальный, настоящий такой правдивый ответ. Ну а все-таки из того, что вы делаете вместе, ну как бы вот побездельничать, там, не знаю, фильм посмотреть, сериал, или вы по такой теме не сильно... Мы наблюдаем за живым крючком здесь. О, клубки на путешествии, значит, это National Geographic у вас, да? Да, вроде того. По полной программе. У меня отец биолог, и он меня с детства, можно сказать, воспитал на природе, и благодаря ему я знаю, ну, могу некоторых птиц определить по их крикам, могу, не знаю, найти светлячков. Нет, Миша, светлячков нет. Светлячки. Миша, привет. Миша, привет, да. Светлячки еще не вылезли, тут такая холодрыга. Мы сами тут как светлячки. Ты как после видео с велосипедом, о господи. Да, с велосипедом это просто... Я видела. Выглядит опасно, но на самом деле я в полном порядке. Самое опасное мы не выкладывали. Привет, привет. Слушайте, ну вот, кстати, вот в работе над контентом. Почему-то вот перед онлайном вспомнила, как Федя удалил свой инстаграм, и потом я просто его умоляла сесть обратно из-за лофта, из-за того, что я говорю, ну, что же это такое? Всех твоих коллег тегаю, всех кроме тебя, что же такое? И, главное, вся команда спрашивала, а что это за мальчик? Такой прямо эмоциональный этот виолончелист, который так откидывает волосы. Я уже задолбалась им рассказывать, что это за мальчик, и поэтому я говорила, пожалуйста, мальчик, сядь обратно в инстаграм. Наконец-то сел. Так подождите. Ну, я же как бы все равно до конца, так сказать, недовольна. Где весь контент? Где электронная музыка, Федя? Вот у меня к тебе вопросов гораздо больше, чем к Ане. Потому что Аня молодец. Вот столько села на самоизоляцию, все. Вот у меня, значит, никакой работы сижу, занимаюсь, значит, все отдыхает, а руки работают. Там что-то такое, текст примерно. У меня очень много работы, я просто не выкладывала. И то, я выкладывала неудачные дубли своей оркестровых партий. Вот как. Нет, я знаю, что у тебя дело за этим стоит абсолютно лучше. Федя, где электронная музыка, где велосипеды, где все? Где ваш, в конце концов, совместный инстаграм, даже если вы его не хотите? Дело в том, что я как-то немножко отошел от медийности. Я даже не знаю, почему. Просто то, что я делаю, я пока это воспринимаю как часть своего личного пространства. И я очень хочу поделиться. На самом деле, я честно говорю, мне хочется сделать что-то. Но я еще очень критически отношусь к контенту, который я выкладываю. Потому что бывает, вот листаешь, да, инстаграм просто сидишь, залипаешь, как это принято говорить. И люди уже, они потеряли вот эту грань, когда, ну, ты выкладываешь что-то интересное, а можно выкладывать, ну, как ты ешь, как ты спишь, как ты там... Нет, ну, слушай, жанры фуд-порн просто сразу вычеркиваю. Нет, нет, когда еда вот это постится, я тоже ненавижу. Но у тебя же вопрос не о еде. Где это все? Да, я понимаю. Но я вот, например, когда хочу что-то выложить, я думаю, а зачем людям это видеть, зачем им это знать, и кому это вообще интересно. Ну, я постепенно иду к тому, чтобы найти свое направление, которое я хочу осваивать и, ну, результатами освоения, которого я буду готов делиться. Потому что пока что я еще не нашел нужной волны. Федя просто хочет раскрывать все секреты. Ну, да, да, я понимаю, что Федя, он, как обычно, темнит, понимаешь? Он как-то так начинает юлить от моих вопросов, так сворачивает налево-направо. А на самом деле ведь вопрос как бы здравый, потому что, сами посудите, время такое, что вся жизнь переместилась в онлайн, верно? Да, да, я не знаю, точно, Миша. Сейчас на самом-то деле не каждый музыкант вообще обладает неким таким хобби, да, которое можно, ну, выставить наконец-то, хайпануть, что называется, и, может быть, даже это каким-то образом, там, за донейшнсы монетизировать, ну, да так, это между нами. Это же, может быть, просто, во-первых, интересно, потому что, ну, смотрите, вы все время где-то за инструментами, где-то там со своим кофе, ну, кому бы это, это наша повседневная жизнь, концерт, ну, все понятно. А вот где весь вот контент артистический, какой-то закулисной жизни, в конце концов, ваших каких-то личных интересов? Вы думаете, вот сейчас мы, да, с вами сидим, общаемся? Ведь могли созвониться просто, ну, давайте честно, могли просто вот позвонить друг другу, и как дела, хорошо, все пока. А мы сидим, общаемся в онлайне. Почему? Ну, так веселее. Ну, потому что лофт сейчас переместился в онлайн, допустим. Вот мой хайп состоит в том, что я веду вот эти вот Midnight Loft онлайн. Наверное, удачно, а может, и неудачно, не знаю. Но, тем не менее, как бы, да, какая-то активность от меня есть. Где ваша активность? Я не вижу ваших рук. Там Давид зашел. Давид уже давно там, он уже сказал, что ты в телевизоре. Давид мечтает поучаствовать в концерте абонемента Loft Philharmonia. Ну, теперь все мечтают, Федь, теперь прям все мечтают активно поучаствовать в Лофте снова. Я в том числе делал то, что да. Проникнуть форматом очень. Хотя, мне кажется, таким форматом невозможно не проникнуться, потому что он настолько близок к, ну, нашему современному пониманию того, каким должна быть музыка. Ну, я не беру тех, кто просто тупо хочет обыграться. Ты знаешь, Алис, я тебя очень хорошо понимаю вообще с этим проектом, потому что у меня один из моих лучших друзей, Гоша Федоров, композитор из Петербурга. Он учился у Сладимского, царствие ему небесное. Я тебе, кажется, про него рассказывал. Он очень талантливый парень, он пишет музыку, при этом он пишет мне «Бум-да! А-а-а!» Вот такое, что там сейчас принято писать. Вот недавно, кстати, к слову, прошел конкурс композиторов, и я был просто, ну, не то что шокирован, у меня не было ни слов, ни эмоций, чтобы, не дай бог, ладно, но... Сейчас выключатся все сразу после этого, да. Композиторы, вы не обижайтесь, Федя, он просто очень пятигаментный. Я имею в виду честность, но мне совершенно не нравится то, что в современных реалиях люди не пишут тональную... Ой, Серёж, спасибо. ...тональную и... А, это он не мне, извините, я просто так... Я всё-таки типа они красивые, да. Меня никто не слушает, ладно. Нет, извини, пожалуйста, мы просто... Мы работали на аудиторию с Аней, мы как бы как девчонки, мы тут как бы раскидывали. Я тоже хочу. Серёж написал, что мы красивые просто. Да, я знаю, я знаю, я знаю, но я просто слишком серьёзно начал сейчас втирать их. Нет, мы всё тебя слушали. Нет, ты не обижайся, Федя, всё нормально, как бы. Мы поняли, что композиторы пишут полный пухел. Я обижаюсь, наоборот, на вашу волну переключился. Кстати, знаете что? Нужно быстрее, короче, как-то раскачегариваться в этом онлайне, потому что люди часто жалуются, что говорят, блин, гости пока раскачаются, уже и час прошёл. Поэтому давайте, значит, идём дальше. Давид. Смотрите. О боже, о боже, они продолжают общаться со своими. Ребята, вопрос такой. Что из вашего хобби... Вот какие вообще у вас хобби есть, которые в обычной жизни, не в онлайне? Вот как вы отводите душу? Я люблю готовить. Это моё хобби. Основное в жизни вообще. Мне порой кажется, что я это люблю больше, чем музыку. Оль, привет. Отлично. И что ты сейчас готовишь? Всё. То есть ты на всех готовишь? То есть ты отрабатываешь, а потом контролируешь, чтобы всем досталось такое... Ну да. Аня может приготовить яйцо ашот. Яйцо ашот. Да. Федя, ты помогаешь? Ты как бы впитываешь эти рецепты? Или ты так, типа, а, готовь и всё? Нет, я помогаю в том, что я их поглощаю. А-а-а. Последствия. Просто знаете, как-то привлекла интересная тема в онлайне, что сейчас же музыка заблокирована, и как бы люди, у которых есть хобби, они, в принципе, могут каким-то образом креативно объединять это, ну, не то с музыкой, не то просто как-то это выводить в топ. Ведь сейчас стоит у многих даже как бы, ну, у кого-то вопрос скуки, у кого-то вопрос заработка, да, у всех разные цели и задачи, но поскольку сейчас такое творческое время, ведь можно как бы, да, вот эту остановку, эту паузу воспринимать как нечто позитивное. Вот как вы думаете, может быть, нужно какие-то эксперименты устроить каждому из вас на тему своих хобби? Ну, я устраиваю эксперименты с гитарой сейчас, потому что как раз в повседневности мне не хватало времени учиться на гитаре, осваивать этот инструмент. И сейчас я изо всех сил стараюсь наверстать упущенное, потому что на самом деле это моя мечта с самого детства, научиться играть на электрогитаре. Потому что я такую вещь для себя осознал, что я вырос не на классической музыке. Первая музыка, которую я начал слушать, это блюз, потому что у меня отец обожает блюз, причем не блюз в таком популяризированном на данный момент понимании, а такой блюз, который вот он, ну, я не знаю, звучит из самых отдаленных уголков Юга Америки. То есть это вообще, это очень редкая музыка. Для любителей. Да, для любителей, вот правда. И я вырос на этом звучании, я вырос на этом эмоциональном, как сказать, поприще, на этих эмоциях. Да, я очень часто это использовал всегда в своей игре. Я это осознал в какой-то... Ну, теперь это все сошлось, теперь это все наконец-то сходится. Вот это вот, вот это все сошлось. Это финальный, о котором ты говорила. Да, да, то есть я крайне не приветствую музыку ради изображения каких-то личных желаний или для того, чтобы показать себя любимого, красивого. Я очень люблю эстрадную музыку. За что? За то, что эта музыка, она сделана очень просто. Для того, чтобы понравиться людям, для того, чтобы людям стало хорошо. Для того, чтобы музыка понравилась людям. Не человек, который ее исполняет, да? Потому что если там, ну, я не знаю, суперкрасивый и смазливый мальчик в красивом костюме выйдет с гитарой и будет отвратительное что-то петь, играть, конечно же, он никому не понравится. Там все очень просто. Там эмоциональный посыл, он прямолинейный, он ограниченный. Я не буду спорить на тему того, что академическая музыка, она там сто крат раз сложнее, в ней более глубокий смысл, но посыл. То есть мне кажется, что мы все можем почерпнуть оттуда посыл, чтобы просто людям стало лучше от того, что они слушают эту музыку. Чтобы у них поднялось настроение, чтобы они начали о чем-то мечтать или о чем-то переживать даже, о чем-то, может быть, поплакать. Просто ради того, чтобы, ну, себя почувствовать, опять же, чтобы встрепенуться от этой жуткой рутины, которая их поглощает повседневно. Нет, ну, все правильно. Ты все правильно говоришь. Ты так все хорошо понимаешь. Ну, так кто тебе мешает и что тебе мешает привнести вот это вот, вот это вот все в классическую музыку, да так, чтобы еще ее поднять в топ. Ну, потому что, смотрите, вот тут вот все очень интересно сходится. Ты восхищаешься, значит, этими исполнителями этой части музыки, и все понятно, если она на хорошем уровне, все замечательно. Но ведь те люди, которые занимаются другими жанрами, не академической музыкой, ведь они же медийные вообще-то, да, то есть как бы они относятся к контенту как? Не вот так вот, как надо, ой, нет-нет, я такой там стеснительный, или там, я великий, нет, я пошел, 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 извините, это не обо мне. Они же не так к этому относятся, они совершенно иначе себя ведут. Ну, не все же. Мне кажется, что какие-то суперпопулярные люди, которые, ну, находятся в чартах на первых позициях, они вынуждены это делать. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но вот очень многие исполнители, которых я предпочитаю слушать, они очень замкнуты в себе. И в реальной жизни, ну, они склонны больше к какому-то внутреннему созерцанию, чем направленности на аудиторию. Ну, ты опять начинаешь заниматься риторикой, ты юлишь, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, ведь это аудитория, да, с которой просто люди взаимодействуют, пусть даже вынуждены, но просто никто не знает, что они делают это вынужденно. Как это происходит в мире классической музыки? О, нет-нет-нет-нет, там не пойду туда, там люди, да, то есть как бы, о, господи, с ним еще поговорить, а нет-нет-нет, вот и поиграть, да. Никому не нравится плохой контент, никто не хочет смотреть. Аня, как всегда, читает мои мысли. Просто я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, я сразу понял, я немножко неправильно выразил свои мысли. У меня пока нечего показать людям, которым бы я хотел что-то преподнести. Ну, то есть я нахожусь на стадии поиска, я нахожусь на стадии изобретения. И я понял, что я хочу использовать гитару, да, как инструмент, но мне не хватает навыков. И что я сделал? Я вообще лет 10 просто на ней бренчал. Это было очень глупо с моей стороны, то, что я не задумывался об этом всерьез. Но я считаю, что я не просто так потратил время, а я к этому шел. Мне нужно было вот дойти до моего нынешнего состояния, чтобы понять, что я готов учиться, что мне это нужно, во-первых. Во-вторых, я все-таки... Мне не нравится слово «устал», но я на данный момент не могу найти какой-то... Мотивации? Какой-то синоним, чтобы более корректно выразиться. Я не устал, нет. Но, как сказать, я понял, что я, играя на виолончели, немножко зацепился, и мне не хватает какого-то другого направления, чтобы немножко перезагрузить свое восприятие музыки вообще в целом, не только академической или эстрадной, а вообще музыки, как вот понятия. И я нашел педагога. Это очень классная история. Я, хочешь, расскажу, потому что это очень забавно. Ну, расскажи, просто я хотела кое-что еще добавить, что последний раз, наверное, последний раз, когда мы с тобой виделись, промелькнула информация, что ты вообще как бы увлечен, в принципе, вот этой вот менеджерской, ну, как бы, может быть, достаточно громкое слово, там, сферы продюсирования, чего бы то ни было. Наверное, так правильнее сказать, что вот это вот проектное мышление, ты якобы, да, вот по моим воспоминаниям, ты как-то понял, что в тебе это есть, тебе бы хотелось чего-то такого. Я, может быть, сейчас для Ани открываю Америку, потому что она, наверное, слышит об этом впервые. Я давно уже поняла, потому что я все время... Генерирует идеи. Когда что-то вижу, да. Молодец, это правильно. Я плохо замечаю, а вот ошибки других людей вокруг себя я вижу сразу, и мне хочется... Особенно, когда эти люди занимаются, да, в соседней комнате. Федя очень хорошо слышит все шутки. Ну, ладно, ладно, ну, все, ну, хватит. Ну, понятно, это вот эти вот, да, маленькие хитрости. Ну, ну, продолжай. Я обратил за собой, ну, внимание на то, что я, когда слышу какие-то недочеты в, ну, допустим, в исполнении другого человека, у меня сразу не просто рождается какая-то тупая и бесполезная критика, которую никто не ждет, а у меня рождается идея, как сделать лучше. То есть, и она не просто рождается, она рождается, вот, как, не знаю, бывает, бывает из одного ствола древесного растет два, то есть, раздваивается, это в разные стороны идет, и вот у меня из идеи точно так же раз, два, еще одна идея, и вот это все перемешивается, и из этого в результате порой получается что-то действительно классное. И я, ну, не хочу, чтобы это выглядело, будто я чем-то хвастаюсь, потому что даже вот люди, с которыми мы делали какие-то вещи, они это замечают, они говорят, что вот ты неплохо придумываешь, придумываешь, генерируешь эти идеи, которые необходимы вот в данный конкретный момент. Но ведь для того, чтобы идея какая-то вообще, так сказать, жила, для этого же нужно не только генерировать идеи, для этого нужно их стремиться воплощать, то есть для этого нужно иметь как минимум какие-то знания, там, ну, качество определенной личности. И причем, ну, как бы, я просто хочу, чтобы ты понимал, что это не то, что дальше ты рождаешься, это совсем не то. То есть, да, какие-то, может быть, качества чисто характера, да, но при этом это постоянный процесс эволюции, когда, ну, ты будешь вынужден, если ты, ну, как бы, ступишь на эту вот скользкую дорожку, потому что я уже точно знаю, что это такое, вот, ты будешь вынужден набирать постоянно. И люди, которые будут тебя окружать, ну, как бы, вот ты сам говоришь, да, что ты чувствуешь, как бы, мир так, ну, с критической точки зрения. Так вот представь себе, да, что абсолютно все, кто будут вокруг тебя, неважно, звучит они это или нет, они будут вот реально с точки зрения критики воспринимать практически каждый твой ход. Вот это сложно. Я понимаю это, я понимаю, но я это не только понимаю, я стараюсь свою подачу сформировать так, чтобы люди не воспринимали это как критику, а чтобы они приняли мою идею, и они вместе со мной ей загорелись. Поэтому, когда я хочу создавать что-то свое, мне очень важно, чтобы рядом был человек, который, ну, не то, что даже будет мыслить со мной в одном направлении, а который будет хотеть со мной мыслить, ну, смотреть просто в ту же сторону. Он написал Сереже, что я думаю, что Федя может сделать свой фестиваль. Но мне кажется, вот я сейчас смотрю вот в это вот диалоговое окно, знаете, что я вижу? Я вижу, конечно, двух музыкантов, двух замечательных музыкантов, но помимо этого я вижу еще креативного продюсера по всей видимости и исполнительного продюсера. Вот так вот. Ну а что, может быть, кстати говоря, да, хороший тандемчик получается. Это вам абсолютно не мешает играть на инструментах, плюс еще быть такими... Двухстволка такая. Хотелось бы. Мы только за. А что там нам пишут? А можете пояснить о чем речь, а то я не улавливаю. Ну, речь идет о том, что как открывать свои проекты, когда есть уже хорошие креативные идеи, но при этом еще до воплощения, как бы, еще можно пройти. Давайте вместе все делать вообще. Я очень рад, что мои замечательные друзья сегодня с нами. Я просто прям... Когда меня спрашивают, где мои друзья, я говорю, идите. Ага. Ну да, все в сердце. Это понятное дело. Слушайте, ну, кстати говоря, вот возвращаясь к нашим особой теме самоизоляции, знаете, о чем я подумала? Вот я смотрю на вас, а вы вполне узнаваемы, даже как-то строго, потому что в основном сейчас тренд, да, в сети, что как минимум один уже под три миллиметра сидит. То есть как бы... Где ваш этот лайфхак? Я... Вот ты помнишь, мы когда делали чек, ну, там сколько-то минут назад. Блин, да как ты... Я бегал бриться. Аня тут одна сидела. Вот как? Я вдруг так вот взял, понял, что тут просто безобразие. Да, причем я не знала об этом. Федя просто побежал, сказал, я побежал бриться. Позвони Алисе. Все, проверьте сами. Какая интимная подробность. То есть понятно, спасибо вам за перец, как говорится, в эфире. На самом деле мы постарались немножко, чтобы выглядеть сегодня так немножко красиво. А я вот тоже постаралась. Я такая дача-стайл, как бы мне стало холодно. Я накинула толстовку, подумала, как бы, университет Ференс нормальный, как бы итальянская тема рулит. Ну, как вы понимаете, да? Вот. Хорошо. Таких толстовок. У нас даже нет толстовок МГК, хотя мы уже заканчиваем. Хочется верить. Толстовки, Лофт, Филармония, где ваши вообще? Я не понимаю, просто куда смотрят МГК, что же такое, что происходит? А? Они в Москве. А, они в Москве. Вот так вот. Слушайте, а вот вы затронули тему онлайн всяких вебинаров, лекций, что вы там прямо занимаетесь самообразованием и столько всего. Нет. Мы этого не говорили. Нет, мы вообще этим не занимаемся. Я только растяжкой занимаюсь через интернет, и все. Я на самом деле... Ну, то есть, в смысле, как бы у вас есть какие-то интересы такие вот по поводу учебы, амбиций? Это есть? Ой, сейчас можно я сначала по поводу вебинаров выскажусь? Меня просто уже очень давно это мучает, потому что у меня все люди, на которых я подписана, они разделились на два лагеря. Первые постоянно там выкладывают. Сегодня я прочитала 15 книг, получила итальянский и французский, еще вот сходила на три мастер-класса. А другие пишут, типа, я лежу в кровати, это так офигенно, как меня все бесят, кто чем-то занимается. Но меня раздражают просто и те, и другие, потому что они постоянно навязывают свое мнение. Я не знаю, это только мои знакомые так начали себя вести, или это... Начнем с того, что люди, которые... Аня, ну ты знаешь, это сейчас такая... ...бывают в такой форме в интернете свои чувства, они, ну, просто не симпатичны. Не знаю, я не... Нет, дело не в этом. Просто если люди как бы находят что-то приличное в сети, они как бы этим делятся, но это нормально, просто когда у тебя там, не знаю, там, тысяча, там, две тысячи, или еще, не дай бог, больше, да, там, людей, на которых там ты подписан, ну, блин, это становится тяжело. У меня просто есть лайфхак. Я, в принципе, ну, не всегда смотрю стори, да, то есть как бы у меня контент, это больше как бы часть моей активности, часть моей работы даже. Ох ты, как вы спрятались. Хочешь поменять? Что ты хочешь? А что вы так хотите менять? Хочу убрать комментарии просто. А, да пусть они будут, я их читаю, смотрю. Они мне лицо моё сыгрышут. Алиса, извини, у нас просто... Хочешь, поменяемся местами, и твоё лицо будет здесь, а моё лицо... Давай, а ты будешь читать комментарии. Экстриси. Давай. Ой, а как же мне потом делать скриншот? Придётся два сделать, когда Аня справа, и когда Аня слева. Ну, чтобы как бы Федя и Аня поменялись местами. Да. Нет, просто я к тому, что ты знаешь, меня тоже на самом деле не то, что там бесит эта тема, с одной стороны, можно понять, люди сейчас ограничены вообще, не знаю, сейчас вообще очень тяжело как бы оценивать поведение кого бы то ни было. С другой стороны, они в обычной жизни себя, в принципе, так ведут. Я как бы... Тут тоже не за другой лагерь. Но считаю, считаю, что, в принципе, знаете, наверное, каждый уже немножко отдохнул, ну, наверное, в известной степени, и каждому, наверное, уже не хватает какой-то информации, то есть, в общем-то, хороших книг, знаете, как и хорошего кино, много не бывает, точнее, в принципе, этого мало. Хороший вебинар, кстати, вот если вам интересно мое мнение, да, там, или какой-то образовательный курс, слушайте, ну, прям вот вообще, практически, вот, ну, мало что нашла. То есть я, конечно, много гуглила, много чего искала по своей теме, потому что мое хобби, никто не спрашивает, но я сама скажу, это менеджмент и маркетинг, как ни странно. Вот, я люблю читать на эту тему книги и узнавать что-то новое. Но, вы знаете, по нашей теме, вот именно творческого развития, настолько всего мало в сети достойного. Обычно, очень косноязычно, как-то через пень колоду. Очень много воды, и, как правило, если есть какой-то хороший контент, он платный, он находится... Да нет, так я даже, ладно бы, платный, понимаешь, но даже ни за какие деньги ты не найдешь то, что тебе нужно. Вот это смущает. То есть, я имею в виду не вот этих блогеров-блогеров, которые ферма ногтей, там, вот этот мейкап, все дела. Это все, конечно, здорово, но это как-то сейчас не очень актуально, мне кажется, когда мы сидим дома. А встречный вопрос. Как поживают твои вебинары? Ты озвучила, что ты готовишь, что ты делаешь? Нам интересно. Расскажи, давай немножко, приоткрой завесу тайны. Слушайте, ну тут как бы мне придется, получается, к вам в гости в онлайн сходить, чтобы все рассказать, а то я не хочу занимать эфирное время, но в двух словах, да, я, в общем, как-то решилась запустить такой вот подкаст. Это не совсем вебинар, это гораздо проще, это мой скрипучий голос на одном конце и ваши мозги на другом, и получается такой интересный коннект. А почему скрипучий? Ты же... Я вот все видео, которые в таком формате, ну, как это сказать, топового контента оформленного, у тебя, у тебя такой там голос, когда ты особенно говоришь про... У меня такой глубокий, да. ...в гармонию, очень, ну, не знаю, привлекательный, и я бы не сказал, что он скрипучит. Ну, Федя, ты понимаешь, вот ты как бы зришь в корень. Я решила, что подкаст я буду наговаривать таким грудным голосом, то есть как бы как колыбельная такая на ночь глядя. То есть это совсем неспокойно, но чем малыши, это прям такой образовательный контент. Я сейчас склоняюсь все ниже и ниже, чтобы вам было все приятнее и приятнее, но на самом деле, знаете, это тоже задача оказалась очень непростой. Я долго думала сделать видео в формате или в аудио формате. И знаете, вот как-то мне не захотелось повторяться после онлайнов. Я подумала, что на видео, да, у меня, ну, у меня такая мимика, у меня такая жестикуляция, что в любом случае, что бы я ни рассказывала, это похоже на стендап. То есть это будет очень серьезная информация, но это будет в стиле стендапа и студенты, которые ходят ко мне на лекцию, ну, в консерваторию в обычное время. Я поняла, что они отвлекаются, вот, то есть что я им говорю, оно до них доходит сквозь вот эту вот тучу всего того, что я делаю сверху. А это очень обидно, потому что, ну, просто люди, они зависают. Они говорят, то есть у меня отмечают там хэштег «Лучше стендап года в МГК». Ну, нормально, это лекции по менеджменту. То есть я когда поняла это, я подумала, нет, пусть будет аудиоформат, поэтому да, если вам будет интересно присоединять... Это какая-то грань, потому что, когда человек просто сидит и вот так вот читает лекцию вот таким вот голосом полтора часа, и там люди ковыряют в носу, спят, сидят в телефонах, да. Это тоже же ненормально. Да, вот меня спрашивают, почему выбор пал на формат подкастов? Ну, вот, только что попыталась объяснить, чтобы на мой фейс, чтобы я прошла собственный фейс-контроль, как бы, да, и чтобы это было как-то мобильнее, проще, легче. То есть в подкасте, в принципе, насколько идет трек, не важно. То есть ты можешь задаться целью читать трехчасовую лекцию, потому что у меня лекция в МГК идет два часа, люди опаздывают на другие лекции, они просто забывают, что им куда-то надо, ну, то, что интересно, нужна информация, это, ну, видимо, да, вероятно. Но в формате подкаста я думаю, что я буду просто делать такие мелкие темы, там, как написать бизнес-письмо, кто-то наговорил, а потом как там, допустим, там сделать это, это, это. А когда уже, допустим, народу это понравится или не понравится, будет какой-то фидбэк, я надеюсь, что понравится, то можно будет выходить уже в формат таких вот окон конференции, когда я буду в 20 окне, и будет еще 19 человек, и вот тогда вот в формате реального времени мы сможем задать вопросы, как-то я на них отвечу, да, то есть почему нет. Ну, то есть как препод. Ну, это очень здорово, мне кажется, мы ждем с нетерпением, потому что мы же так и не попали на твою лекцию, к сожалению, и мы хотим это восполнить. Мы помним, мы помним, и часто говорим об этом, между прочим. Когда речь заходит о тебе, мы все время говорим, вот так и не сходили на лекцию. Вот, блин, жалко на самом деле. Ну, сейчас, слушайте, я на самом деле, может быть, что-то даже выложу из прошлой жизни, то есть у меня там есть пара-тройка лекций, которые я писала просто, ну, как бы, для себя, и там есть очень интересные, такие даже смешные моменты этого бэкстейджа, ну, посмотрите, как на самом деле это происходит, а потом сравните с моим серьезным, глубоким подкастом. Кстати, можно сейчас в консе оставить всех выпускников на второй год? Вот тогда мы сходим к тебе на лекции. Да я вам персонально проведу лекцию в кофебине как-нибудь лучше. Сейчас в нашу беседу курса обязательно напишут, что Федя сказал, что нас оставят всех на второй год. Откуда ты эта информация? Я ж уже такой старый. Да, ну, конечно, смешно, потому что с консерваторией, с этими приемными выпускными экзаменами, вам, конечно, сейчас не позавидовать, ребят. А что говорят, что это будет вовремя? Или, ну, как бы... Аня весь год занималась каждый день какое-то бешеное количество часов, готовилась к госэкзамену как к некоторому итогу в своей жизни, да, и очень хотела, она выбрала свою любимую программу, она очень хотела сыграть как можно круче свои любимые произведения на экзамене в малом зале, в любимом зале консерватории, да, вот, и такая случилась ситуация. На мне просто лежит проклятие малого зала. Возможно, придется записывать любимое произведение без аккомпанемента. Феде невозможно прихватить, просто у Федя включился режим модерации, невозможно, да. Да, да, ничего, все под контролем. Но, на самом деле, я просто довольно много раз должна была там играть, и не играла ни разу в жизни, потому что каждый раз, как только у меня планируется какое-то выступление именно соло, не в камерном ансамбле, там, не в камерном оркестре, а вот соната или там что-то еще, или пьесы какие-то. Либо я болею, либо концерт отменяют, либо вот сейчас должен был быть госэкзамен, но и то непонятно, будет он или нет. Я не знаю, может быть реально на мне какая-то черная метка малого зала. Аня, теперь мы знаем, в чем еще как бы причина этого карантина. Все сошлось, ты понимаешь? Все из-за госэкзамена. Кошмар какой-то. Слушайте, ну я вам желаю на самом деле как это закончить все-таки в этом сезоне, потому что, слушайте, ну уже прям дорога чиста, концертов нет, людей на улицах нет, играю не хочу, что называется, да? Ну конечно мне рассказали с другими студентами и аспирантами, что... Да, Оля, все из-за меня. Ну мы тут находим разных пассажиров, музыканты сознаются в странных очень вещах, вот например Сережа Белявский, когда выходил, у него была прическа, то есть он помилировался, как-то покрасился, он говорит, только покрасился, а все, на следующий день уже объявили самоизоляцию, он говорит, это видимо из-за этого. Ну то есть многие это соединяют с чем-то, а, кстати, у меня тоже есть с чем соединить, у меня как раз на носу был сотый лов, я должна была его отмечать. И что вы думаете? Та-дам-дам! Да, все. Теперь все ясно. Ну будем надеяться, что это все сбудется просто чуть-чуть попозже. Мне кажется вообще, что это надо все равно, несмотря на всякие ужасные факторы, воспринимать как возможность передохнуть, потому что очень многие, я знаю, устают к концу сезона, и, ну я не буду скрывать, что я тоже не исключение, многим была необходима какая-то передышка, я просто надеюсь, что это закончится уже теперь, в ближайшее время. Ну и многие устраиваются на пятом курсе вообще впервые на такую официальную работу в оркестре, и для многих это оказывается просто как удар в поддых, потому что, ну, ты не ожидаешь, насколько это сложно. Вот ты сидишь в студенческом оркестре, да, но это не сравнится с работой в профессиональном взрослом коллективе, это все-таки немножко разные вещи, и люди просто оказываются не готовы в итоге. К такому режиму. Да, и именно психологически не готовы, то есть эмоциональный стресс. Смотри, Оля пишет про гастроли. Гастроли в Америку? Я тоже хотел в Америку поехать, это вообще такая... Да, ну не только вы, на самом деле, провалились с Америкой. Слушайте, ну вообще, если так посчитать, сколько концертов было отменено за это время, да, сколько людей обломилось вообще, конечно. У нас всех дело. Да. Слушайте, ну на самом деле, вот просто ходят такие странные какие-то даже сплетни, вот на каком уровне после всего этого кризиса будет культура, то есть какие-то же вещи могут, не дай бог, прикрыться там или еще что-то. Каждый сейчас пытается защитить себя. Но вот ваши, как бы, прогнозы какие? Как вы считаете, все останется так же, как было или нет? Ну я на самом деле думаю, что все останется так же, как и было, но просто не скоро. Какое-то время, конечно, все будет приходить в себя, но я не думаю, что вот как многие говорят, что сейчас просто половину оркестров закроют, там, не знаю, люди перестанут ходить на концерты, все равно люди будут ходить на концерты, но билеты сделают подешевле, придется. Но я не знаю, я, кстати, когда думаю на эту тему, у меня нет какого-то определенного мнения. Мне, с одной стороны, кажется, что может измениться в нашей стране вообще, сколько усилий нужно приложить к тому, чтобы что-то в нашей стране изменить. Ну почему? В нашей стране как бы лучше сделать тяжело, хуже и изменить. А, хуже, да. Ну нет, все равно, вот, например, людям говорят, не ходите на улице, а люди отмечают... Вот, шашлыки опять жарят, да, вот за окном, пожалуйста. Шашлыки, да, да. Особенно мне понравилось про Бутово, то, что там приехал полицейский, а они начали перед ним... Там, типа, некий диджей Олег включил музон и весь подъезд вывалил, там, типа, на улицу, там приехала машина, короче, никакой реакции, да, они стали там свистеть, извините, конечно. Да, потому что нам точно придется, Оля права, и... Там, вон, Давид сейчас... Давайте не будем про политику и про Россию, потому что сейчас Давид начнет писать гневные комментарии, он уже написал политический кризис. Да, да, давайте отойдем от темы... Не, ну просто мы так показательно ее особо даже и не трогали, что тут... Да, просто Давиду даже показательно, и не показательно не надо ее трогать, он сейчас будет нас просвещать. Ладно, я прикалываюсь. Слушайте, а какие вот вообще, вот вы так говорите, что, в принципе, обычная жизнь у вас, ну сейчас вы будете чуть меньше гулять, чтобы там, не дай бог, чего не произошло с вами, а вот, ну какие-то вот лайфхаки или просто вот из-за того, что вы так подрасслабились, немножко подуспокоились, что-то у вас поменялось внутри, в жизни вообще, какие-то вот решения вы там захотели принять, новую, там, не знаю, ну как так, на человеческом уровне, что-то изменилось? Еще как. Мне кажется, что вообще вся эта ситуация с эмоизоляцией, она просто перезагрузила немножко сознание. Я даже думаю, что это дело в том, что вроде отпуск, но не отпуск. Вот как-то ты не можешь позволить себе расслабиться, как на отпуске, но у тебя куча свободного времени, которое ты можешь потратить на что-то еще, и как бы ты не ленился, ты все равно это делаешь, потому что от лени тоже можно сойти с ума. Ну можно просто спать, многие есть любители просто... Это я, это я, если я сильно устану и меня не будить, то я могу проспать, ну, я думаю, двое суток точно. Я люблю спать, я очень люблю спать, и я особенно люблю, когда хорошие сны, какие-нибудь яркие сняться, которые потом запоминаешь, и потом они как джеби повторяются, и все такое, ну, в общем. Не знаю, мне кажется, надо просто позитивно ко всему относиться, ну, изоляция, зато можно выспаться, пообщаться с семьей, не знаю, позаниматься своими какими-то делами. Я вот картину наконец-то дорисую, надеюсь. Ух ты, дорисуешь. Я никогда не могла ее дорисовать, да. Классно, классно. Слушайте, а вот почему вы скучаете в Москве? Ну, или вы не скучаете? По кофе. Кофе с собой в стаканчике, который можно взять и идти по улице. Я просто схожу с ума, мне снится, как я беру кофе и иду с ним по улице в Москве, реально. Это просто невозможно. Ну, тогда просто следующий вопрос, который я хотела задать, уже не актуален. А вопрос был такой, а что же вы сделаете первой, когда выйдете с самоизоляции? Ну, насчет тебя, Аня, я поняла, кофе, 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 а ты, Федя? Со мной все ясно. А ты что сделаешь первой, когда вы пришли? А, ты сегодня сказал. Я даже не знаю. Я был спать такой. Ты же сказал, на дирты погибли. Да ну, нет. Я хоть и люблю спать, но я не трачу на это все свое свободное время. Слушайте, ребят, ну, так вообще, что как бы вы просто вот вы общаетесь между собой, там, с семьей, это все замечательно, а другие друзья вообще у вас есть? Я просто в шоке. Конференции по зубу делаем. Мы с ребятами вон каждый день созваниваемся. А онлайн-бары вы уже посещали, дорогие мои? Музыканты очень любят играть в компьютерные игры. Онлайн-бары. Бары. Ну да, типа. Онлайн-бары, да. Так вы посещали, или вы просто собираетесь тут, а вот конференция в 20 окон, и вы там кто с чем, кто с пивом, кто с пивом, да, то есть... У меня каждый день как паб. Не хочу я в паб. Какой паб? Это самоизоляция как один большой паб. Нас заперли в пабе, и... Но, между прочим, многие пассажиры именно по этой причине как бы особо и не жалуются. Им нормально. То есть я просто у них пассажиров вижу, когда я выхожу в магазин, раз в пятилетку, они там где-то валяются. Ты знаешь, в этом селе столько таких пассажиров ходит. Вообще я таких видел пассажиров. Просто. Непонятно, как они вообще ходят. Ну да, кстати, вот... В магазин мы ходили, и мы наблюдали, что вот на кассе стоит очередь, и у всех примерно одинаковый набор. У всех яйца, сигареты и алкоголь. Просто у всех поголовно. Такое ощущение, что... Яйца, сигарета, алкоголь. Хороший такой, да, комплектик прямо. Ух! Мощный. Нет, просто вопрос еще в том, что как бы люди... Сейчас тоже новый такой лайфхак карантина заключается в том, что люди моют окна. Потому что окна это всегда очень тяжелая история. Но вы как бы... Вы уже с этой уборкой своей? У меня мама тут перемола все окна. Мама перемола все окна, нам не дала. Мы очень рвались, мы рвались, рвались. Я порой путаю ударение, вы меня простите, это такой, какой-то переклин в голове. Я прям путаю вот жестко, даже в каких-то элементарных словах, например... Да ты не волнуйся, это ничего страшного. Если бы это была в локте модерация, да. Я вообще поражаюсь, как я сейчас разговариваю тут на камеру. Почему? Все очень прилично, все очень достойно. Я вот тоже еще окна... Кстати, вот не видите, у меня окна разрисованы. Это как раз лекция. Текст на окна. Прикольно, как доктор Хаус на стекле. Ой, да. Такой фильм сумасшедшего профессора. Это просто кошмар. Не, на самом деле, знаете, тоже вот я так подумала, столько всего есть, еще чего я не успела сделать. Я посмотрела буквально два фильма за месяц всего-то на целом. Сколько фильмов было. Я собрала второй пазл, кстати, ребят, можете меня поздравить. Меньше до сутки, на тысячу частей. Я люблю это дело очень. А вы собираете, нет какие-нибудь там головоломки, настолки, что-нибудь такое? Да, мы пазл тоже собираем. Но настолки мы заказали на озоне, но пока что-то руки не доходят. Мы играем в лото тут, по вечерам. А, вот я чувствовала, что какая-то дачная тема должна быть у вас. Да, обязательно. Еще мы хотим смотреть на бобров каждый вечер. Тут есть речка маленькая, там живет семейство бобров. Они очень забавные, миленькие, толстенькие. Они плавают. И если тихо сидеть какое-то время, то он может вылезти буквально вот в двух метрах от тебя, сесть и начать вот так вот причесывать свою шерстку. Классно. Так у вас там свой прямо зоопарк. А где фотоотчет вообще? Где контент? Опять мы приходим к этому. Да, у нас... Но на самом деле его сфотографировать не очень легко, потому что нужно сидеть, не шевелиться. Слушайте, ну вы прям превратились в сельских жителей. Вы ходите из дома без телефона. Это ж как вообще? Что это такое? Ну, хоть иногда, чтобы отдыхать. Да, да, кстати. Я на дачу начал выходить из дома без телефона. Это офигеть. Потому что ты тут все равно далеко никуда не уйдешь. Ну да. Так а вы, получается, вот с конца марта, да, прямо там заседаете? Ну даже с дачи, мы числа 20-го сюда уехали. Обалдеть. Слушайте, ну вот я просто настолько, как бы, что называется, не сельский житель в плане того, что вот на даче находиться там, ну неделю это потолок вообще. То есть это вот просто... Ой, я обожаю, я обожаю. Я все детство, каждое лето проводил на даче. По пять, по шесть месяцев. Это тоже одна из моих мечт жить на природе. Я безумно хочу жить в загородном доме. И, к сожалению, это несбыточная мечта, вот если работать в оркестре. Потому что, ну, ездить к десяти утрам на репетицию из загорода, это можно с ума сойти. Люди, которые так делают в силу обстоятельств, они герои. Им можно смело награждать их медалями. Потому что... Ну, говорят, правда, что к этому привыкаешь, к тому, что вот ты тратишь там часа четыре в день на дорогу просто. Ну, я не знаю, я не могу это представить себе. То есть я даже подумываюсь, а не начать ли искать какую-нибудь работу на удаленке, чтобы уехать, как-то, не знаю. Я вот в этом плане понимаю Глену Гульда, который свалил там в леса и записывался только на студии, и не давал концерта. Потому что человек, наверное, настолько присытился человеческой энергией посторонней, что он уехал на природу и чувствовал себя... Ну, да. Оля спрашивает, что с госэкзаменами в конце. Вообще никакой информации нет. Сказали, до 30 апреля так ничего и не скажут. Пока не объявят, когда карантин закончится. Ярик уже... Владимир Владимирович выступает вот на этой эфире уже и сказали. Так что... Что сказали? Ну, президент будет опять говорить, естественно, потому что как бы дата подходит, а решение, по всей видимости, будет о продлении. Поэтому я думаю, что... Но новости пока такие, что есть несколько вариантов. Есть вариант, что мы будем записывать... Ну, это все слухи, это все не воспринимательный серьез, но, может быть, они достоверны. Что мы будем записывать крупную форму без аккомпанемента, просто на видео дома, и отправлять, и якобы это кто-то будет слушать. Не знаю. Может быть, правда будут слушать, но кто захочет слушать запись концерта Бартока без аккомпанемента? Его с аккомпанементом сложно понять. Барток классный концерт. Вот я встала этого комментария, что как бы Барток, это в принципе хоть с аккомпанементом, хоть без, как бы, без вариантов. Концерт вообще потрясающий. Я уже тоже проникся, я его слушаю уже целый год в аккомпанементом исполнении. Не год. Ну, почти год. Сначала другой был. Вот, второй вариант, это то, что вообще ничего не надо будет присылать, и нам зачтут. Но вступительные точно будут в очной форме, просто, скорее всего, позже. Вот, но это уже сказали 100%. Третий вариант, что все-таки в очном формате пройдет сдача экзамена. Многие очень на это надеются, хотя есть люди, которые с удовольствием бы записали на видео, отправили и забыли. Но... Кто там на Бартака гонит? Я не понимаю. Как можно вообще говорить, что это тональная музыка современная? Сережа, по-моему... А, нет, не Сережа. А, это Илья, да. Илья, мне кажется... А я не знала, что Илье не нравится Бартак. Ты считаешь, что это шутка? Пост-ирония. Я не знаю, ирония или нет. Все-таки, я знаю, как музыку Бартака можно по-разному это понимать. Никак, ирония тоже, в том числе. Слушайте, а вот какие-нибудь онлайн-концерты, онлайн-выставки, всякие вот эти вот штуки вы посещали или нет? Или у вас не было... Честно говоря, так соскучился по дачной тусовке, по дачной атмосфере, по дачным работам, что я, я не знаю, я с удовольствием копаю грядки, я с удовольствием хожу в лес, сажусь на плево и слушаю крики птиц. Вот мне этого достаточно. То есть я, честно говоря, немножко устал от городской суеты, и я безумно счастлив, что мне повезло оказаться рядом с природой в этот момент. И как раз это очень удобствует вообще перезагрузке. Ребята, вы космос. Я не понимаю, как вы это делаете, потому что если бы меня вот посадили на дачу, я бы уже все, я бы уже завяла 100%. Мне нужен контент, лофт, тут и так все, железо, металл, там, не знаю, дороги, пыль в конце концов. Я просто человек с детства приученный к, если так выразиться можно, к пылевым условиям, да. То есть я себя спокойно чувствую даже, ну, какое-то время ограниченное, естественно, в палатке. То есть я, ну, привык к минимальным удобствам, и мне хорошо. Ну, понятно. В общем, короче, если что, если что, Аня, я теперь поняла, кому у меня будет первый звонок, если мне нужно будет добыть там огонь с помощью двух палок, там, вот, вся история. За палаткой тоже к вам тоже звонить. Я поняла. Если я вдруг соберусь там в горы покорять Эверест, если у меня будет расстояние. Аня, выщеркать огонь можно. Мы тут... А, еще. Господи, как вырезать дупло для бобра, например, да, именно дупло. Понимаете, вот мои знания, да, как бы на тему дикой природы. Федя поймал тут щупу. Мы ее жарили и ели. Господи, то есть как, прям вот на удочку, на вот такую вот прям на... Обалдеть. Да, удочку прям настоящую. Короче, у нас натуральное хозяйство, и вообще мы... Короче, ребят, если будет прям конец света, я вам звоню, все, вы меня там берете в палатку, ладно, потому что я не смогу прожить сама. Палатка от конца света не спасет. Я вам буду читать лекции, как бы, в нагрузку, а вы мне просто будете палатку ставить, как бы, да, то есть у нас такой будет взаимообмен. Палатка, согласны. Окей, все, супер. То есть как бы с меня развлечение, а с вас как бы, ну, понятно, это самое, как это сказать, саппорт, инфраструктура, вот. Сережа, ты не веришь, что мы ели щуку или что? Что значит ели? Как вырезать дупло для бобра? Да, люди оценили мое чувство юмора, да. Слава богу. Мы частенько шутим, что бобры сгрызут мост, по которому мы переходим речку, чтобы на них посмотреть, пока мы там сидим, надоедаем им, они уже там мост подпиливают. А, кстати, они же могут на самом деле. Они могут. Я в своей жизни, причем в Москве, ты не поверишь, в Москве есть бобры. В Сокольниках. В Сокольниках. Я видел дерево, ну, вот, 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 чтобы было видно, вот такое в обхвате, да. Вот, ты знаешь, вот не видно как бы, ну, ладно, бог себе. Почти повалили. То есть, это какие-то феноменальные существа. Понятно. А у вас там какая-то живность есть? Собачка кто-нибудь вообще с вами приехал? У нас собачка, и у нас пришла кошка. Прибилась. Тут дальние соседи выгнали на улицу кошку, и она пришла к нам. Сегодня, кстати, выяснилось. У нас есть аллергия на кошек, поэтому мы не можем ее взять в дом, и мы ей сделали дом в теплице. Из коробочки. Из коробочки, да. Я взял коробку такую. Кошки же любят коробки. Кошки любят пакеты и коробки. Мы хотели еще пакет сверху на коробку, надеюсь. Но решили, что это перебор, да. Классно. Слушайте, ну, вы там прям, у вас очень много развлечений таких, как бы, не связанных с реальной жизнью абсолютно. То есть, вы действительно как-то так переключаетесь здорово. Да. Потому что здесь, в Москве, я должна вам сказать, что не все сохраняют оптимистичную нотку. Очень многие музыканты уже, так сказать, так перебирают пальчиками нервно. Надежду на скорое избавление от этой ситуации. Я надеюсь, что все-таки в мае мы уже сыграем хотя бы какой-нибудь один концерт. Пусть это будет даже не концерт, а обыгрывание перед госэкзаменом. Ну, боже. Арин, привет. Я практически уверена, что этого не будет, но, как бы, но в онлайне вы можете сыграть хоть сейчас, хоть сегодня. Да, в онлайне мы вот... Да, у меня другого можно сыграть. Не спал целый дом. Да, у нас весь дом сейчас спит. А, понятно. Слушайте, так а по поводу новых программ? Вот уже время затянулось, то есть, как бы, госэкзамен, это бог с ними, как бы, непонятно, будут, не будут. А новые какие-то штуки вы учите, нет? Появилось у вас желание? Алис, прости, ты сейчас что-то спросила, потому что очень тихо было. Нет, я молчала. Я, на самом деле, спросила насчет программ. Вы какие-то новые программы... Подожди, сейчас что-то с громкостью. А почему у тебя авто... Я не знаю. Автоуровень громкости? Почему-то резко стало тише. Не знаю почему. Сейчас нормально? Сейчас, да. Ну, у нас просто громкость все уменьшилась. По поводу новых программ. То есть, как бы, то, что с госэми подвешены ситуации, это понятно. А что ты для души? Вот вы взяли там поиграть? Потому что эта вот эпоха вируса, назовем ее так, она особенная, да? Время, как бы, такое на паузе. И с чем-то это может ассоциироваться у вас? То есть, какая-то музыка, которую вы давно хотели, например, поиграть, что-то такое, нет? Я только эту музыку и играю, потому что у меня вся госпрограмма игранная. Я уже больше не могу ее играть. Меня уже тошнит, если честно. Аня, ты? Ой, мы с мамой тут дуэты играем, наконец-то. У нас появилось очень много времени на то, чтобы этим заниматься. Поэтому мы уже выучили сюиту Машковского для двух скрипок. Еще гайд на всякие дуэты. Мы все пытаемся трио сыграть, но чуть пока руки не доходят, потому что мы все время в разное время играем на инструментах. И втроем никак не соберемся. Понятно. Ну, классно. Как-то время появилось поиграть для души что-то, потому что в основном весь этот год все равно все капают на психику, что нужно учить госпрограмму, нужно обыгрывать камерные десять раз, нужно учить квартет, там, не знаю, квинтет, актет. 100% нужно, но наше время, оно истекло 20 секунд. Мы можем попрощаться с аудиторией. Алиса, спасибо большое. Было очень весело и классно. Нам очень понравилось. Мне тоже очень понравилось. Я рада, что вы стали гостями этого эфира. Насчет контента ждите. В скором времени Алиса очень сильно меня вдохновила. И дуэт мы тоже выбрали.